уникальная кинохроника работы военных контрразведчиков в годы войны пожалуй это единственное кинодокументальное свидетельство непростой службы армейских чекистов на невидимом фронте великой отечественной эти черно-белые кадры используют едва ли не во всех документальных фильмах о спецслужбах той войны но кто эти сотрудники особых отделов где и когда была сделана съемка что иллюстрировала долгие десятилетия герои этого киножурнала оставались неизвестными до сегодняшнего дня на кадрах это мой дед чураков дмитрий дмитриевич 1902 года рождения в осенью 42 года он капитан госбезопасности 26 октября 42 года во время вот этой битвы ему исполнилось 40 лет пограничник кавалерист перед самой войной попадает в военную контрразведку под командованием начальника особого отдела юго-западного фронта анатолия михеева обороняет киев ему повезло уцелеть и тогда и в 42 под сталинградом и позже уже в составе смерш вместе с частями красной армии дмитрий чураков освобождает донбасс херсон одессу закончит воевать в сорок четвертом поранению но до конца войны будет возглавлять контрразведку базы черноморского флота и проживет почти до 70 лет этот пропагандистский киноролик середины войны одно из немногих напоминаний о той важной работе которую делали военные контрразведчики они не привыкли к публичности и всегда предпочитали оставаться в тени ты видишь всех тебя не видит никто таков принцип работы любой спецслужбы и смерш который появился вскоре после сталинградской битвы не стал исключением а его героев до сих пор известно немного об их вкладе в общую победу не принято писать в учебниках описание подвигов скрыты в архивах под грифом совершенно секретно но у армейских чекистов особистов смершовцев есть именно они заслужили потом и кровью чтобы их помнили потомки и наш юбилейный фильм посвящен именно им героем смерша в марте 43 года заместитель наркома внутренних дел всеволод меркулов собирает в москве срочное освещение туда приглашены руководители особых отделов всех фронтов на повестке реорганизация особых отделов только что удалось отстоять сталинград впереди решающие битвы в кремле требуют боевые органы военной контрразведки должны работать еще лучше таким образом чтобы ни один шпион диверсанты и террорист не мог ускользнуть от зорких глаз особистов когда весна пришла 43 года и наметился перелом в войне потребовалось чтобы контрразведка она была более наступательная более целеустремленная и естественно нужна была новая структура эта структура стал смерш который был организован из особых отделов впервые с начала войны на личный прием к сталину попал и начальник военной контрразведки абакумов верховный главнокомандующий внимательно выслушал и его самого и его заместителей среди прочего предлагалось дать новой структуре имя сталин долго обсуждал с представителями центральных подразделений с начальниками особых отделов фронтов и даже армий как будет называться военная контрразведка в этот сложный период войны и предложение ни одно не прошло лично сталин сказал что надо делать короткое емкое громкое имя смерть смерть шпионом зачем советской военной контрразведке понадобилось собственное имя по всей веримости в противовес немецким разведывательным органам абвер предприятие цепелин на хрихтен биобахтер вафен сс яхтфербанд громкие названия гитлеровских спецслужб но по-настоящему устрашающим стал звучать именно смерть смерть шпионом не просто название приговор из постановления снк ссср от 19 апреля 1943 года управление особых отделов нквд ссср изъять изведения нквд ссср и передать в народный комиссариат обороны реорганизовав его в главное управление контрразведки нко смерть смерть шпионом поставив перед ним следующие задачи борьба со шпионской диверсионной террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях красной армии борьба с предательством и изменой родине борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах проверка военнослужащих и других лиц бывших в плену и окружении противника выполнение специальных заданий народного комиссара обороны 19 апреля сорок третьего года стало днем создания самой успешной спецслужбы второй мировой войны гукор нко смерть интересная деталь впервые в названии прозвучало слово контрразведка до этого в среде особистов применять его было не принято но было еще кое-что самое главное отныне смерть подчинялся напрямую наркому обороны сталин верховный главнокомандующий принял тогда решение историческое чтобы военную котразведку на этом историческом этапе переподчинить наркомату обороны наркомата обороны это естественно иосиф сочуваныч сталин с этого момента доклады начальника смеш ложились на стол сталина дважды в сутки беспрецедентный случай в летописи российских спецслужб а сам руководитель военной контрразведки виктор семёнович абакумов стал самым молодым заместителем наркома обороны в сорок третьем ему исполнилось всего 35 лет абакумов вообще уникальная фигура в истории не только смершей не только военной контрразведки в истории отечественных спецслужб в 35 лет стать руководителем смерша и стать замом сталина это конечно легендарный путь абакумов он правильно понял задачу которую перед ним поставили он понял что самое главное это обеспечивать войска той информации которая необходима для победы это активная контрразведка это за фронтовая деятельность это радиоигры это операционная работа к тому времени комиссар госбезопасности второго ранга виктор семёнович абакумов приобрел колоссальный профессиональный опыт досконально знал все нюансы контрразведывательной работы вникал в каждую оперативную разработку абакума он лично каждое дело курировал а лично каждым делом занимался ни один документ из слубянки с кабинета сотрудников смерша не выходил в министерство обороны и к сталину без его подписи без его личного рассмотрения без его личного одобрения замыслов человек был чрезвычайно трудоспособности наверное это одна из его самых главных заслуг 5 сентября 44 года в смоленской области после обстрела нашими зенитками совершил вынужденную посадку специальный немецкий транспортный самолет арада 232 за всю войну таких выпустили всего 22 штуки на его борту находились террористы которым предстояло совершить покушение на иосифа сталина в тот же день милицейский наряд остановил мотоцикл с коляской за рулем которого сидел некий петр таврин со звездой героя советского союза предъявивший удостоверение заместителя начальника окр смерш 39 армии первого прибалтийского фронта рядом с ним находилась супруга младший лейтенант лидия шилова выяснилось что таврин это некий петр шила имевший до войны несколько судимости и добровольно перешедшие к немцам когда им в сорок русских киллеров нашли разнообразные документы специальное оружие в том числе с отравленными пулями и ручной гранатомет скрытого ношения тогда абакумов принял решение провести радиоигру под названием туман и с немцами провели радиоигру но немцы ухлопали вот цепили норд ухлопал на эту операцию 2 миллиона рейхсмарок ну вот была и такая радиоигра чтобы прежде всего предотвратить такая по терминологии контрразведчиков в дело по центральному террору расчет был на то что пока шила таврина его супруга наводили туман мол задание они выполняют и к сталину все ближе и ближе фашистские спецслужбы не станут подсылать новых убийц проведение этой радиоигры поручили григорию григоренко будущему заместителю председателя кгб ссср но тогда в сорок четвертом он старший оперуполномоченный 2 отделение 3 отдела гукар смерш радиоигра туман является одной из 183 радиоигр которые во время войны проводились советской контрразведкой с гитлеровской разведкой из инструкции гукар смерш по организации проведению радиоигр с противником совершенно секретно радиоигра являясь острым оружием при неосторожном и неумелом видении и может быть обнаружено и использована противником против нас поэтому вся работа по радиоиграм должна быть строго централизована абакумов для военной контрразведки курская битва началась задолго до июля 43 было важно во что бы то ни стало убедить немецкую разведку что красная армия и не думает о летнем наступлении на курско-орловском выступе радиоигры себя проявили и показали свою эффективность это в канон курской битвы тогда было первые девять игр в результате которых были перехвачены разведгруппы с агентурными передатчиками перевербована часть из них и было принято решение руководством советской контрразведки согласовано с генеральным штабом о том чтобы попытаться воспользоваться этими возможностями всю дезинформацию для немецкой стороны смерть согласовывал на уровне генерального штаба красной армии радио игры велись параллельно одна страховала другую ведь немцы тоже отлично понимали что их могут водить за нос и старались обобщать информацию из разных источников от разных агентов заброшенных в советский тел ошибок быть не могло отделение по проведению радиоигр возглавлял дмитрий петрович тарасов он не только руководил но и лично принимал участие в задержании вражеских шпионов например в ходе радиоигры под названием контролеры когда тарасов с помощником на конспиративной квартире задержали агента связного из немецкой разведшколы и выдали это за намеренную инсценировку завязали руки и началась беседа типа ну как там в школе как что короче говоря развели агента что они попали к своим внутри как бы тебя связали но с тобой беседуют как бы нормально дали закурить то есть перед ним тарасов с лебедем разогрели такой спектакль что вот вы мы сейчас проверим не привели бы за за нами хвоста короче немецкие агенты очухались о том что их они действительно провалились только когда их вывели из дома посадили в машину и оттуда грех вы мы тут поняли что мы попались из спецсообщение на имя сталина май 1943 года за период отечественной войны органами контрразведки задержано 1040 германских шпионов парашютистов из которых 263 разведчика были снабжены портативными коротковолновыми радиостанциями после перевербовки некоторые части агентов парашютистов нашими органами было включено в радио игру с противником 89 изъятых радиостанций абакомов один в поле не воин и абакомов это понимает как нельзя лучше он окружает себя настоящими асами контрразведки первый зам николай селивановский после трагической гибели начальника особого отдела юго-западного фронта анатолия михеева при выходе из окружения в киевском котле он сначала занял этот пост затем в трудном 42-м возглавил контрразведку самого тяжелого сталинградского фронта когда уже николай николаевич попал в сталинград и стал так сказать объективную информацию давать и вот такой элемент когда он даже стали но докладывал непосредственно не бери не абакомов прежде всего стали он докладывал 25 июля 1942 года на стол стали ну легла шифрограмма за подписью селивановского в ней начальник особого отдела сомневался в целесообразности назначение на должность нового командующего сталинградским фронтом генерал-лейтенанта гордова по мнению контрразведчика этот военачальник точно не удержит немцев рискованный шаг со стороны селивановского действовать через головы своих непосредственных руководителей абакомова и берии который мог стоить не только карьеры но и свободы абакомов ему конечно много наговорил хороших слов потом пошли к берии берия наговорил хороших слов много а потом поехали к сталину и сталин вышел из-за стола протянул руку николай николаевич сказал николай николаевич впредь до окончания сталинградской битвы пожалуйста всю информацию направлять непосредственно мне сталин ценил такой подход и личное мужество впрочем армейским чекистом его было не занимать начальника военной контрразведки тоже отправили в сталинград проверять информацию подчиненного это было далеко не первая поездка абакомова на фронт он не раз выезжал туда где становилось особенно жарко и лишний раз как принято говорить пулям не кланялся среди личного состава славился смелостью даже чрезмерной у одного из начальников военных спрашивает а вот там на горизонте деревенька там есть немцы могут не знаю товарища бакомов он садится на велись едет туда и ему говорит этому командующему командарму что если там немцы нанесите артиллерийский удар туда чтобы они не захватили начальника военной контрразведки но если немцев там нет то мы подумаем куда вас дальше переместить тогда обошлось в той опасной поездке вместе с абакомовым был и николай селивановский он же вспоминает еще один эпизод где пришлось вступать в бой он приехал с проверкой в дивизию когда комдив лично повел батальон брать высоту больше командиров не осталось с ним пошли и особисты селивановский не мог в такой момент повернуться и уехать как ни в чем не бывало более того как старший по званию возглавил атаку из воспоминаний селивановского встали мы из траншеи во весь рост я закричал вперед за родину за сталина и побежали по снегу на высоту за нами солдатики помню бежал и без остановки палил из автомата рядом падали убитые и раненые потом была рукопашная когда взяли уже высотку вбежали в какую-то деревеньку я заскочил в дом и у порога свалился без сознания трудно это дело ходить в атаку когда тебе уже за 40 до без привычки выручила наверное память в гражданскую войну не раз приходилось хаживать в штыковые атаки на пулеметы и в этом боевом эпизоде как и в других где армейские контрразведчики проявляли мужество и решительность нет ничего необычного они всегда сражались бок о бок с красноармейцами нередко заменяли в бою павших командиров днем воюем ночью работаем говорили а военной контрразведки тяжело всегда оперуполномоченный вместе с фейхами ходил в атаку стрелял убивал не дай бог если он не пойдет с подразделением авторитет потерял и делать ему там больше нечего поэтому оперативный работник вел себя как простой офицер воинской части в год восьмидесятилетие смерш ростовчанин петр иван чмодин тоже отмечает юбилей вековой треть жизни он посвятил службе в военной контрразведке а начинал в далеком боевом 44 пройдя трехнедельный курс молодого смерши вца это кстати стало одним из важнейших нововведений новой структуры военной контрразведки еще на том первом совещании у меркулова особисто говорили о кадровом голоде профессиональных контрразведчиков не хватало многие погибли в первые самые тяжелые месяцы войны предлагалось открыть школы смерш и набирать в них не просто курсантов а опытных фронтовиков доказавших смелость и преданность в бою таких находили в госпиталях где бойцы и командиры лечились после ранений школы смерш открылись в москве хабаровске ташкенте свердловске новосибирске одним из выпускников стал известный в будущем советский писатель федор абрамов лауреат государственной премии ссср за 1975 год сорок первом он ушел на фронт добровольцем оборонял ленинград был несколько раз ранен и в апреле 1942 года попал на службу в смерш смерш формировала вся страна вот душа николай алексеевич генополковник потом начальник военной контрразведки он пришел с должности заучи средней школы и стал сначала запалитом роты потом командиром роты и пришел смерш уже с должности командир роты таких привела очень много когда мы знаем как бывшие студенты приходили операми в смерш когда инженеры когда командиры становились смершов сами уникальность самой спецслужбы смерш заключается в том что это лучшие люди были собраны страны генерал-майор василий афанасьевич кириллов работал под руководством николая душина он родился в 1929 и хорошо помнит войну говорит после нее особенно важно было учиться оперативному искусству у героев великой отечественной у тех кто получил колоссальный боевой опыт душин был очень требовательный строгий как человек но всегда очень хорошо относился кооперативным работникам знал что они добытчики основного хлеба основных результатов почему потому что он прошел этот смерш в период великой отечественной войны в прошлом простой школьный завуч николай душин возглавил военную контрразведку в семьдесят четвертом году и находился на этой должности почти до распада ссср до 1987 года таких людей ковал смерш в годы войны еще пример будущий председатель гостелерадио николай месяцев работал следователем в отделе смерш 5 гвардейской танковой армии марина роскова не только отважная летчица но и сотрудник военной контрразведки как и один из ведущих конструкторов первого пилотируемого космического корабля восток в 1961 году эти кадры видела вся планета но кому последнему перед стартом пожал руку гагарин на земле кто проводил его в первый космический полет в истории человечества вот в прошлом капитан госбезопасности старший оперуполномоченный смерш 6 гвардейского кавалерийского корпуса а ныне конструктор ракетостроитель олег ивановский опытный военный контрразведчик василий афанасьевич кириллов сам по себе уже уникальный человек ведь ему посчастливилось за стать лучших работать под началом настоящих героев профессионалов а начинал в прикарпатском военном округе под руководством генерала николая кравченко он звание генерала получил минуя полковника за тегеранскую конференцию когда собирались стали рузвельт черчилль это было действительно так заместитель начальника отдела смерш брянского фронта николай кравченко в ноябре 1943 года обеспечивал безопасность лидеров большой тройки в тегеране это была их первая встреча о которой в берлине тоже хорошо знали фашистскому диверсанту номер один отто скорцени была поручена операция длинный прыжок целью которой являлось уничтожение руководства антигитлеровской коалиции однако благодаря действиям советских спецслужб покушение так и не состоялось в конце визита главы сша и великобритании захотели увидеть того кто возможно сохранил им жизнь им представили подполковника кравченко когда розоведь пожал его руку говорит а почему он у вас подполковника ходит я хотел бы видеть его генералом и сталин тут же говорит а перед вами генерал кравченко и он действительно с этого времени стал генералом многие из тех фронтовиков армейских контрразведчиков которым повезло уцелеть в жерновах войны прошли трудный путь от рядовых оперуполномоченных до генералов леонид иванов не просто сотрудник смерша легенда военной контрразведки я был направлен к леониду георгиевичу иванову заместителем и когда я пришел к нему то он сразу мне сказал василий афанатов у нас много людей работает на наших объектах разные люди работают всем мы доверяем но у нас у работников есть дела которых надо подключиться вам леонид георгиевич иванов стал настоящим другом телеканала звезда постоянный участник документальных фильмов и телепрограмм о деятельности военной контрразведки в годы войны его мнение можно назвать экспертным ведь он своими руками ловил вражеских шпионов это архивные кадры ветерана не стало в 2015 году но он оставил важное наследие правду о смерш была высадка 5 человек значит известно было время и мест и никаких данных нефамильный примет всего лишь несколько вражеских разведчиков диверсантов могли привести к провалу целой войсковой операции уже на второй день офицеры смерша обнаружили место высадки и закопанные парашюты опросили местных нашелся свидетель косырь урдо вчера ко мне подошли два солдата я обратил внимание быть солдата форма помятая грязная и так очистенькая чвели так далее сама и лица такие значит откормлены сам догадали вот раз теперь я их спасил ребятки нет вас закурить до что сигареты отдавалица махорку это кресало как и в первую а тут это кто крестьянин запомнил у одного из бойцов на вещмешке крупные цифры 23 такие индивидуальные пометки буквы цифры бойцы часто наносили на свои вещи чтобы не потерять их на третий день похожего солдата нашли в запасном полку куда прибывало пополнение из тыла шпион во всем признался сдал подельников и это только один из множества боевых эпизодов леонид иванов был одним из тех кого принято называть окопным опером тех в чьих личных делах есть пометка проверен в боевой обстановке боец в окопе опера в окопе то есть там где подразделения там находится и оперативный работник пошли в атаку опера с ними встали на подкрепление опера тоже с ними только в чем разница между оперативным работником и командиром командир заботится солдат и воюет а опера еще и ночью вынужден и должен это его обязанность собирать информацию для того чтобы утром командир уже знал где есть проблемы пожалуй лучше всего работы армейских контрразведчиков описано в литературном романе владимира богомолова в августе 44 эпиграфом которому служит посвящение немногим которым обязаны очень многие в 2001 на экраны вышел одноименный фильм главную роль в котором сыграл народный артист евгений миронов я к стыду к этому времени не читал этот роман а когда его прочитал то первой мыслью было сыграть таманса очень эффектный персонаж и потом я подумал все таки сложнее будет интереснее для меня роль алёхина человека который капитан который выглавляет эту группу из трех человек который такой мыслительный центр вот это гораздо сложнее передать если это лопатка гусева то значит там должен быть тайник чтобы понять специфику работы контрразведчиков смерш евгений миронов попросил познакомить его с автором романа он и стал его личным главным консультантом какой-то момент съемок я думаю почему я тоже в пилотке я капитан я в алёхины в звании выше моих значит двух сотрудников и как-то красиво было бы а еще такая красивая эта фуражка голубая такая думаю а мы по лесу все время идем-идем я думаю ну красиво же будет видно сразу где главный герой я позвонил ему такого мата а он очень литературно изощренно это делал талантливо очень я не слышал никогда в своей жизни как-то не понимаешь они мыши в лесу их не видно и не слышно и тогда я свои амбиции засунул в одно место и понял все о чем я говорю мы как бы их провоцируем понимаете мы создаем им условия проявить себя показать свою истинную суть это и есть момент истины когда я ему задавал какие-то вопросы он так вот гладил себя по челке и видимо дайте такое ощущение что он как-то прям попадал сразу в сорок третий сорок четвертый или какой-то сорок первый год он как-то так удалился боеловки и потом что-то не отвечал вот этот вот причесывание мысли я у него схватил для евгения миронова эта роль стала настоящим вызовом одной из самых трудных задач в творческой карьере для меня была сложной задачей молчать в кадре для всех артистов сложно но тут так молчать чтобы зритель чувствовал напряжение постоянное потому что в этих размышлениях в этом анализе событий алёхин должен был найти каждый раз вот какое-то важное для себя звено открыть важную вещь а в лесу вы чё это делаете например сцена на поляне большая она была в сценарии достаточно сокращена и многие режиссеры которые хотели снимать момент истины в области 44 они не понимали как снимать именно эту сцену и от этого отказывались вообще от экранизации этого романа она очень сложная я помню что мы долго мучились режиссером уже выбрали локацию уже выбрали эту поляну и дальше просто я принес роман и мы стали снимать практически по роману все безупречно все соответствует но что то у них не так что то есть может только кажется у всех героев романа момент истины были реальные прототипы вот еще один герой и еще одна легенда иван лаврентьевич устинов начал войну простым особистом а в 1970 возглавил военную контрразведку прожил сто лет и тоже был неотъемлемым участником всех документальных проектов осмерш вижу три человека сидят и обговаривают и слышу по слуху что они договариваются сдаться в лет я не выдержал это дело выхватил гранату держу в руках и объявляю кто я такой что я особист если вы попробуете сдаваться в плен я вас расстреляю и держу гранату в руках они начали умолять меня не беспокойтесь да нет это вот это неправильно нас поняли иван лаврентьевич дважды выходил из окружения вместе с 16 армии рокоссовского оборонял москву на волоколамском направлении внес серьезный вклад в практическую организацию контрразведывательной работы из инструкции по организации розыска агентуры разведки противника 1943 год совершенно секретно при угрозе захвата противника уничтожить розыск и ликвидация агентуры забрасываемый противником на нашу сторону является основной и важнейшей задачей органов смеш для успешной борьбы с агентурой разведки противника необходимо умелое использование всех агентурных и иных возможностей по выявлению и розыску агентуры противника тщательный допрос задержанных и разоблаченных агентов и диверсантов об известных им германских агентах с указанием подробных данных облегчающих их розыск методов работы способов легализации и передвижения вражеских агентов в нашем тылу на этом фоне огромное значение имела зафронтовая работа разведка в интересах контрразведки наши агенты внедрялись в спецслужбы врага в его разведшколы на опережение получая информацию о засылке шпионов в наши тылы и их приметах одним из позитивных примеров одного из первых удачных внедрений нашей агентуры в состав немецких спецслужб можно назвать операцию по внедрению сначала в агентурной а потом в кадровый состав 102 обвергруппы при 17 немецкой пехотной армии нашего зафронтового агента гальченко он же петр иван шпритко до войны он не был связан со спецслужбами техник интендант первого ранга красной армии сорок первом вырвался из окружения под киевом попал на проверку в особый отдел где в нем увидели перспективу после подготовки его забросили во вражеский тыл где он смог внедриться в разведшколу абвера по итогам этой опасной командировки придко удалось вынести картотеку и фотографии на 101 немецкого агента и 24 кадровых фашистских разведчиков придко не просто не единственных таких героев было много к сожалению что то осталось архивах а как я понимаю огромное количество дел материала просто бесследно исчезли поэтому этим людям просто сегодня можно только поклониться и восхититься и героизмом из спецсообщения на имя сталина главное управление смеш докладывает о работе нашей агентуры внедренные в разведывательные органы и школы германской военной разведки за период существования органов контрразведки красной армии то есть за последние 10 месяцев за истекший период по нашему заданию внедрилась в германские разведывательные органы и школы 75 агентов причем 38 из них возвратились из тыла противника по выполнении задания возвратившиеся разновременные из тыла противника агенты представили добытые ими сведения на 359 официальных сотрудников германской военной разведки и на 972 выявленных ими шпионов и диверсантов подготавливающихся для переброски в расположение частей красной армии абакумов стой и чего привет от николая анти от кого байкал 61 давай быстрее садись путь в сатурн конец сатурна бой после победы эту кинотрилогию видели многие и не все знают что у главного героя есть реальный прототип в сорок третьем году офицер красной армии александр козлов добровольно явился в органы смерж и признался что он агент разведцентра обвер команды 103 которая имела позывной сатурн до вашего появления в сатурне было мало провалов даже вы предлагаете молчать александр иванович козлов был перевербован контрразведкой смерж ему поверили что служить немцам он согласился только чтобы вернуться к своим и отправили назад в сатурн уже с заданием наших спецслужб он успешно справился со всеми задачами и настолько втерся в доверие к фашистам что дослужился до должности начальника учебные части разведцентра и таких за фронтовых агентов было действительно много стоит упомянуть простого красноармейца стрелкового полка алексея соболева которого под видом перебежчика военнопленного подставили под вербовку в смоленскую диверсионную школу при 203 обверкоманде группа армий центр он привлек к этой своей подпольной разведывательной деятельности еще группу курсантов которые должны были быть заброшены за линии фронта и все они потом явились с повинной и рассказали о том что вот именно вот этот человек их привлек к работе в интересах советской разведки и контрразведки соболев нашел еще одного идейного борца против фашизма военнопленного бывшего начальника штаба батальона красной армии петра голокоза который вынужденно стал агентом абвера и вместе им удалось многое из спецсообщения на имя сталина главное управление смерж представляет к награде возвратившихся из тыла противника двух наших агентов голокоз и соболев завербовали и направили на нашу сторону 29 немецких агентов подготовили 21 военнопленного для переброски на сторону партизан в каждую диверсионную группу голокоз и соболев внедряли по несколько человек завербованных ими агентов с заданием не допускать выполнение диверсионных актов и всех участников группы доставлять в органы контрразведки голокоз в июле сего года привел в расположение партизанской бригады захарова немецкий карательный отряд численностью в 84 человека и помог партизанам окружить их и взять в плен считаю необходимым голокоза и соболева наградить правительственной наградой орденами красное знамя абакумов кстати это была одна из инициатив абакумова давать тем кто работал на немцев вместо лагерей смертной казни второй шанс если они соглашались снова послужить отечеству искупить вину перед родиной и сталин поддержал начальника военной контрразведки более того немало вчерашних изменников не только смогли доказать свою преданность но и получали ордена и медали при розыске кадровых сотрудников немецких спецслужб и их сателлитов и агентуры а а также при выявлении лиц виновных в военных преступлениях в массовом порядке органы безопасности использовали агентов опознавателей из спецсообщения на имя сталина розыск активного агента германской военной разведки задорожного в с пойманного на железнодорожной станции воронеж при помощи добровольно явившегося с повинной немецкого разведчика мищенко а и ныне награжденного медалью за отвагу показал что в этих целях целесообразно использовать и других агентов германской разведки абакумов комбат 129 стрелковой дивизии мищенко попал в плен в июле 41 согласился работать на абвер прошел обучение в варшавской разведшколе однако в апреле 43 оказавшись на нашей стороне сдался и стал советским агентом опознавателем помогал органам смерш искать своих бывших сокурсников инструментов для розыска у смерш хватало один из них фильтрационная работа в начале войны десятки тысяч наших окруженцев проходили через проверку особых отделов затем пошли немецкие пленные выявление среди них на кадровых сотрудников агентов немецкой разведки и лиц которые запятнаны в злодеяниях в отношении мирного населения наших военнопленных в дальнейшем уже ближе к концу войны когда появились освобожденные немецкие концлагеря лагеря наших военнопленных о флаге шталаги встал вопрос о фильтрации этой категории для этого развертывала сеть сборно проверочных и проверочных фильтрационных пунктов на армейском и фронтовом уровне занимался смерш и репатриантами возвращал на родину гражданское население тех кто был угнан в фашистское рабство всего через сито военные контрразведки прошли более пяти миллионов человек по давляющему большинству возвращены честные имена в армию снова направлены один миллион двести тридцать тысяч красноармейцев и да фильтрация преследовала еще одну не менее важную цель розыск военных преступников перед судом военного трибунала северокавказского фронта предстала группа изменников родине пособников врага в день создания гукер смерш 19 апреля 43 года президиум верховного совета ссср установил меры наказания для немецко-фашистских злодеев уже в июле того же года в краснодаре прошел первый публичный процесс над коллаборационистами в декабре аналогичные слушания состоялись в харькове судили самих оккупантов харьковский процесс и краснодарский процесс абакумов докладывал на санкцию сталина а это было представлять как важно это 43 год еще да и надо было четко показать нашу позицию что негодяй которые сотрудничать с оккупантами убивали наших партизан детей убивали там и так далее они должны остаться живы и там основной то в указе было что собрать всех жителей этого нас села да и вздернут этого негодяя вот и все это все обеспечили смешивцы иудам предателям изменникам русской земли позорная смерть такие процессы прошли во многих советских городах и во время войны и после военных преступников искали десятилетиями через три месяца после победы в великой отечественной началась война с японии где смерш снова действовал и на передовой и в талу захват определен документации некоторых лиц вот этого спецотряда биологической войны это тоже военная контрразведка и каких-то иммигрантов там еще которые белогвардейские были иммигранты это тоже дело военной контрразведки с войска вошли а с ними военная контрразведка вошла 13 августа 45-го бессмертный подвиг совершил лейтенант смерша тихоокеанского флота михаил крыгин в корейском порту сей син поднимал в атаку бойцов бился в окружении прикрыл отход товарищей и погиб в неравной схватке за что удостоен звание герой советского союза среди военных контрразведчиков он стал четвертым кто получил золотую звезду и все посмертно сам абакумов не удостоился ни геройской звезды не ордена победы зато гордился поистине полководческими наградами орденами кутузова и суворова вклад особистов смершевцев в дело общей победы трудно переоценить в годы войны обезврежено 30 тысяч шпионов и три с половиной тысячи диверсантов в мае победного 1945 года один из заместителей абакумова генерал-лейтенант исай бабич собрал в клубе имени дзержинского руководящий оперативный состав смерша и передал им то что на закрытой встрече по случаю победы произнес верховный главнокомандующий иосиф сталин он сказал те слова которые сегодня уместно повторить что военно-которосветка своим героизмом профессиональными действиями выполнением задач которые стояли перед ними связанные с борьбой с иностранными спецслужбами противодействие терроризму диверсиям выявление дезертирств паникеров членовредителей изучением реального состояния боеготовности боеспособности войск работы в тылу ограждение армии от антисоветских проявлений от других враждебных проявлений она унесла колоссальный вклад в победу и значительно приблизила победу это стоило жизни 6 тысячам сотрудников военной контрразведки но они уберегли в годы войны нашу армию и флот от удара в спину сорок шестом гокор смерж перестал существовать за ненадобностью началась другая мирная жизнь военную контрразведку теперь ей руководил николай селивановский передали в мгб министерство государственной безопасности которая возглавил генерал-полковник виктор абакумов пролетели годы мы перелистывали календарей и осознали что отградет 60-летие смерша и тогда я с моими заместителями принял решение доложить руководству фсб предложение о том чтобы вот эту дату по возможности отметить и до широкой общественности донести правду все получилось сегодня смерж олицетворение самой успешной военной спецслужбы а его сотрудники настоящие герои не только бесстрашные войны но и лучшие военные сыщики сейчас спустя 80 лет их смершовцев с нами осталось немного единицы но потомки те кто служат и защищают отечество сейчас все также смотрят на них с уважением преклоняются перед ними и чтут их подвиги я хотел бы им сказать что мы памяти смерша достойны мы учимся на примере смерша мы делаем как смерш и я надеюсь что мы делаем это свое дело хорошо и и Субтитры создавал DimaTorzok